26 мая 1648 года 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого разгромила 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунь. Но, к сожалению, в современной Украине другие герои. Кстати, а националисты знают, что они в кармане носят купюру, на которой изображена церковь, которую построил Богдан Зиновий и где он молился за дружбу с Россией? Ну это уже история. А что происходило в Украине не так давно, но было забыто за инфоповодами, редакция Шаринет напомнит вам прямо сейчас. Таблетки для памяти. 26 мая 2002 года секретарь СНБО Евгений Марчук заявил, что вступление Украины в НАТО может затянуться на 8-10 лет. Решение о вступлении в Альянс Марчук назвал эволюцией внешней политики Украины. По его мнению, определив направление интеграции, Украина получит максимальную гарантию безопасности граждан гражданского общества. Это высокие стандарты жизни, это возможность для Украины заявить о своем выборе и свой курс. Однако, отметил политик, не надо идеализировать НАТО и делать из них икону. Это очень сложный организм. Это также непростая история. Даже если вспомнить Косово. В 2004 году уголовные дела против Виктора Януковича, возбужденные в конце 1960-70-х годах, исчезли. По словам председателя апелляционного суда Донецкой области Александра Кондратьева, их не удалось найти ни в Винакевском городском суде, ни в апелляционном суде Донецкой области. Кондратьев предположил, что их уничтожили за давностью. А в 2008 году кандидат на должность киевского городского головы Александр Турчинов, который финишировал вторым, рассказал, что мог бы снять свою кандидатуру в пользу Виталия Кличко, если бы у него была уверенность, что Кличко способен руководить Киевом. По его словам, если бы Кличко имел бы опыт управления хотя бы предприятием, Бют рассмотрел бы эту идею. Напомним, что в 2008 году на внеочередных выборах мэра Киева Кличко занял третье место. На плитке для памяти. 26 мая 2013 года стало известно, что президент Виктор Янукович в срочном порядке выехал на встречу к президенту России Владимиру Путину в Сочи. У нас традиционно большой объем отношений, политические контакты, экономические связи, гуманитарные. Как обычно в этих случаях бывает, нам есть о чем поговорить. Спасибо, что приняли приглашение, приехали, нашли время и выходной день. Мне очень приятно, рад вас видеть, отметил российский президент. Виктор Янукович в свою очередь сказал, Владимир Владимирович, я знаю, что выходных дней не бывает. Судя по той информации, что есть в сети, можно сделать вывод, что Путину было неинтересно самому проверять объекты, что готовили в Сочи для Олимпиады. Поэтому он и позвал с собой Януковича провести вместе выходные. Что было дальше? Но такое мирное время длилось недолго. Уже в следующем году, 26 мая, Украина начала бои за Донецкий аэропорт. Днем украинские военные нанесли авиационный удар по позициям сепаратистов и зашли в аэропорт. Бои за Донецкий аэропорт продлятся год. Через пять лет новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, «Поддержка украинского кинопроизводства – одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное – ждем зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине», – добавил Зеленский. Вот такое вот кино происходило 26 мая. А о том, как Авакова выгонялись с поста губернатора, на каких условиях Украина хотела в Евразийский союз и как Запад посоветовал Киеву сдать Крым – вы узнаете уже завтра. На сегодня все. Редакция «Шаринет» и Невова Самарский желают вам прожить так, чтобы вас сыграл Леонардо Ди Каприо. Продолжение следует...